Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу затронуть тему про хвосты, но не совсем обычное. Бывает такое, когда ты покупаешь хвост, то она у тебя растет 1-2-3 года или может быть даже 10 лет, и в какой-то момент вдруг ее листья начинают менять цвет. Например, она была полосатая, а стала вдруг голубая. Что же это такое и почему? Это называется реверс хоста, это когда хоста пытается вернуться к своим прародителям. Обычно это бывает так, например, росла хоста блюкадет голубая, вдруг в какой-то момент у нее появилась пестрая деленка. Все порадовались, назвали ее спортом babydoll, и посадили и радуются, какая она красивая, какая она симпатичная. Или, к примеру, была хоста элеганс голубая, большая, и вдруг среди куста появилась одна красивая деленка, такая с бело-кремовым цветом. Все порадовались, отделили ее и назвали golden meadows. Отдельным сортом стали продавать. Все эти сорта по миру разошлись. Этот прекрасный golden meadows, например, в моем саду где-то лет восемь полностью сохранял свое сортовое соответствие, и потом в какой-то момент вдруг раз и начал выдавать листья элеганс, то есть листья растения того, от которого он произошел. Точно также на сорте babydoll у меня начались появляться розетки листья блюкадет от сорта того, от которого он произошел. Давайте посмотрим, как это выглядит в саду. Вот смотрите, мы подошли к хосте golden meadows. Я ее выращиваю очень много лет. Это уже большой куст. Я некогда его возила на выставке. Она всегда была вот такая красивая, очаровательная. На солнце меняющий вот этот кремовый цвет на золотистый. И что теперь? Пожалуйста, элеганс. Пожалуйста, элеганс. Притом, эта элеганс, она, конечно, будет забивать golden meadows, если их вовремя не отделить. А сейчас мы подошли к сорту babydoll. Я хочу показать, что с ним происходит. Вот это настоящий сорт babydoll. А вот это блюкадет, который просто заполонил его. Сейчас я хочу выкопать эту хосту и показать, что нужно сделать для того, чтобы хоста как-то все же ее спасти. Вот посмотрите, я выкопала куст. У меня почва легкая, мне очень легко выкопать. Земля сразу всыпается. И вот что мы видим. Вот это достаточно маленькая часть. Это babydoll. И вот это большое, жирнющее, это блюкадет. То есть babydoll меня ежегодно снабжает этим блюкадетом. Идем делить. Я начинаю отделять. Они, кстати, очень легко расходятся. Может быть, потому что я достаточно часто эту хосту достаю и начинаю отделять вот эти вот нарастающие побеги блюкадет от babydoll. Почему их нужно обязательно выкопать и почему их нужно обязательно отделить? Потому что если не отделить, то эта блюкадет, она очень быстро забьет вот этот вот сорт, в котором она развивается. И я его потеряю. Мне не хочется терять этот babydoll. Она мне нравится. Она небольшая, симпатичная. Вот смотрите, что у меня получилось после отделения этого большого куста. Такая маленькая-маленькая пачечка вот этого babydoll. Притом не все деленки с идеальными корнями. Ну такие вот тоже маленькие, но они укоренятся. Просто надо обязательно было их отделить, иначе вот этот вот монстр просто бы сожрал этот babydoll. У меня бы его не осталось. Жалко, что вот этот хороший, красивый, недешевый сорт пожирает вот этот блюкадет, который есть у всех. И в общем-то совсем копейки уже стоит. Мне жалко. Хотя этот сорт тоже хороший, голубой, имеет место быть. Но я коллекционер, мне интересны разные. Мне не надо, чтобы у меня один какой-то простенький заменял все остальные красивые, которые я выбираю. В связи с этим хочу сказать, что посмотрите, сколько сил много он забрал у этого куста. Видите, какая здесь корневая? Сколько побегов. А я ведь делю или каждый, или через год. Ну не делю, а отделяю, проверяю свои сорта. Сейчас мне надо будет идти голубой медоуз отделять от элеганса, потому что если меня отделить, то элеганс сожрет голубой медоуз и я останусь без красивого куста. Это такая проблема, которую специалисты с американских сайтов обозначают как из-за меристемного размножения растений. Ведь лет 20 назад не было таких проблем. Все делилось от куста и продавалось и все. А когда возникла культура тканей, меристемное размножение, то есть берут какую-то маленькую-маленькую частичку и не знают, может быть в этой клетке содержится не только растение, которое нужно разделить, но и больше генов родителей. Поэтому и получается, что в одном и том же кусте могут вылезать и одни и другие побеги. В общем, я вам желаю всем внимательно смотреть своими постами, проверять. Если вы вдруг видите, что в правильной окраске вдруг возникают какие-то неправильные цветы листья, а еще если они большего размера, как это обычно и бывает, посмотрите, это поменьше, а это значительно больше. Я вам советую сразу же выкапывать куст и удалять. Притом не просто вот так вот выломать и сказать, я выломала, все, у меня все в порядке. Нет, это недостаточно, обязательно нужно удалить корень, потому что если просто выломать, то останется вот это место, откуда пойдут новые почки, их будет больше. То есть вы выломаете одну, а из этого места пойдет три или четыре. Зачем? Поэтому я вам предлагаю сделать все по-правильному. Всего хорошего, спасибо за просмотр.